По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от болезней, вызванными курением, в мире умирает около 6 миллионов человек. Поэтому возникает необходимость обратить внимание молодёжи на то зло, которое несёт в себе эта пагубная привычка. В целях напоминания окружающим о вреде табакокурения студентами колледжа «Свера и услуг» была организована раздача буклетов в местах массового пребывания населения. Если вы хотите жить, тогда не курите, иначе вы будете жить неполноценной жизнью, лучше больным. Руководитель акции начальника отдела по делу молодёжи и туризма Ишат Атаева подчеркнула важность проведения подобных мероприятий и призвала молодёжь города активнее проявлять негативные отношения к этой проблеме, вызывая в молодёжной среде отрицательное восприятие всего, что касается вредных привычек. Пагубная привычка, как курение, наносит колоссальный вред не только той категории лиц, употребляющих табак, но и окружающим, рассказывают студенты колледжа. Рекомендуем всем жителям нашего города не курить, бросить курить, так как курение очень вредит здоровье. Это яд, это никотин, который разрушает все клетки нашего организма. Я сегодня стал участником акции табакокурения. Я сам курящий человек уже долгое время. Сегодня, прочитав бюллетень, который давали мне девчонки, ясное дело, что надо бросать курить. Всё-таки здоровье, это в первую очередь идёт у человека. Курс лекции о вреде курения, о том, что от дыма страдает тело не только курильщика, но и окружающих, был проведён среди студентов Аграрно-экономического колледжа. Представитель духовенства города Магомед Арифдарьбишев отметил важность продвижения идей здорового образа жизни среди подрастающего поколения. И главное в этом проявлять активную гражданскую позицию. Искажение велики, это всё 200 лет назад было в Саудии. Они точно это всё искажали, и они дошли до этого, что это курение разрешено. Это не вредит. Даже были такие учёные, которые за ним очень много людей, которые шли, они говорили, курением даже пост не портится. Уроза не портится. Это же просто дым. Это то, что вручок заходит, если еда или вода заходит, портится. А за то, что дым заходит, не портится. Вот так они говорили. Они даже халалом делали. А есть учёные, которые говорят, даже Ибн Таима, который, да, вот, по этой направлении, который идет, по Мазабу и Мавшахли, им последовательным имамом Халифа, все учёные вышли на мнение. Тот человек, который Аллаху Та'ала сделал запрет, им делает халалом, разрешение, этот человек уходит из религии. Становится автоматически с кафиром. Из-за этого сегодня курение, она входит в ту же категорию, которую Аллаху нам запретил, вред, который привозит. Все мероприятия, проводимые в городе со студентами колледжа, организованы отделом по делам молодёжи и туризма администрации города и направлены на пропаганду здорового образа жизни, отмечали ответственные организаторы мероприятий среднеспециальных учебных заведений. Заря Махайбулаева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».